Венесуэла против Гаяны. Сравнение сил сторон. Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал реализацию плана аннексии богатого нефтью региона Эссикиба, который принадлежит соседней Гаяне. На прошедшем 3 декабря 2023 года в Венесуэле референдуме более 95% проголосовавших одобрили установление суверенитета над этой территорией. Хотя на первый взгляд результаты голосования о присоединении к Венесуэле чужой территории впечатляют, в нем приняло участие лишь 2 миллиона жителей, то есть примерно 10% населения, имеющего право голоса. Тем не менее, окрыленный успехом Мадуро уже отдал распоряжение государственной нефтяной компании выдать лицензии на разработку нефтяных месторождений региона и предложил Национальной Ассамблее страны принять законопроект о включении этой территории в состав Венесуэлы. Не будем углубляться в исторические дебри, ограничившись лишь тем, что интерес официального Каракаса к этому региону усилился на фоне наличия крупных нефтяных месторождений на шельфе, а последняя война, позволяющая говорить о спорных территориях, в 1895-1899 годах началась из-за открытия месторождений золота. При этом нужно учитывать, что если речь идет об Эссекиба, то это две трети территории Гаяны. В мире уже очень скоро вполне может вспыхнуть новая война за, по мнению Каракаса, спорные территории Эссекиба, а у Гаяны против Венесуэлы, откровенно говоря, очень мало шансов. Поэтому давайте специально остановимся на расстановке сил возможных противников. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. Вооруженные силы Венесуэлы. Согласно справочнику Military Balance на 2023 год, вооруженные силы Венесуэлы составляют 123 тысячи человек личного состава, при предполагаемом населении 30 миллионов человек, из которых 63 тысячи, сухопутные войска и 23 тысячи, национальная гвардия. И хотя армия формально состоит из одной бронетанковой дивизии, одной кавалерийской и четырех легких дивизий, нельзя забывать, что речь идет о Южной Америке. Венесуэла может смело рассчитывать на 92 танка Т-72Б, 81 АМХ-30 в качестве основных боевых танков, а также 31 АМХ-13 и 78 легких танков Скорпион-90. Среди БМП и БТР основное ядро составляют 123 российских БМП-3 и 114 БТР-82. Разведывательные машины, всего 121 единица, из них 42 Драгун-390-мм пушка и 79 легких бронемашин Ви-100 Ви-150. Артиллерия представлена 48-ю САУН-100 и 12-ю 155-мм французскими устаревшими МКФ-3 на базе АМХ-13, которым необходимо добавить 92 105-мм буксируемых орудия и 12 единиц калибра 155 мм. СРС-ЗО комплект из 24 градов, 20 израильских 160-мм лар-160 и основной актив из 12 российских СМЕРЧей. Имеется около 120 единиц 120-мм минометов, из них 13 самоходных российских НОНО-СВК. Авиационная составляющая Венесуэлы, если брать ударную авиацию, это 22 Су-30МВ и еще 9 вертолетов Ми-35 армейской авиации. Противовоздушную оборону обеспечивают проданные РФ-системы С-300ВМ, два дивизиона, БУК М2-9 ЗРК, Е-125, до 11 дивизионов. ВМС Венесуэлы, если учитывать боеспособное состояние, представлены одной подводной лодкой Сабала, немецкими подводными лодками типа 209 постройки 1976 года, одним фрегатом Альмиранти Брион, F-22, класса Мороскол Сука, Лупа, находящимся в строю с 1981 года, патрульными кораблями и катерами. Сюда же стоит добавить морскую пехоту, которая состоит из 15 тысяч человек личного состава с ограниченным количеством бронетехники, всего 31 БМП и 37 БТР и собственной артиллерией. Вооруженные силы Гаяны. Общая численность вооруженных сил Гаяны составляет, по данным Military Balance, 3,4 тысячи человек, при населении около 800 тысяч человек, из которых 3 тысячи находятся в сухопутных войсках, основой которых являются 3 легких батальона. Вся бронетехника страны, это до 6 колесных танков и 3 Кашковелел, а вся артиллерия от крупных калибров, 18 единиц 120-миллиметровых минометов. Авиация Гаяны вообще не имеет боевых машин, так как состоит из легких самолетов, таких как BN-2 Islander и Cessna. А военно-морские силы представлены всего несколькими легкими катерами. Таким образом, говорить о каком-либо паритете в военной сфере между Венесуэлой и Гаяной бесполезно. Поэтому если такая война начнется, она явно сразу перейдет в разряд антипартизанских действий со стороны Каракаса. И единственная надежда Гаяны, на США, если те осуществят прямое военное вмешательство.